Здоровыми и красивыми! Тогда приходите в баню! Просторные парные, бассейн, комната отдыха, оборудованная телевизором и приборами для чая, а также дубовые веники, кедровые ведра для обливания. При бане работает бар, где вас приятно удивит разнообразная кухня. Есть караоке. И все это в самом центре города Кировска. Банный комплекс «Добрыня». Согреем летом и зимой. Всем привет! Меня зовут Анна Базлева. Вы смотрите Народное телевидение Хибины, программу «Есть контакт». Здесь две команды пытаются одолеть друг друга. Давайте пожелаем и удачи, и познакомимся. Итак, первая команда. 51-й регион. Татьяна Горбач. Ольга Скрябина. Павел Константинов. Никита Федотенко. 51-й регион. Понятно, почему. Ну и все-таки, кто был инициатором такого названия? Ну и все-таки, кто был инициатором. Только водитель. То есть под конвоем привели вас сегодня на игру. Можно так сказать. Ну а вообще программу смотрели по телевизору? Представление имеете, что это такое? Нет. Вот значит так вот, да? Не подготовились, решили прийти и вот дебютировать. Да. Ну хорошо, посмотрим, что у вас из этого получится. А родители вообще с какими словами вас отправляли на игру? Они вообще в курсе, что вы здесь? Нет. Нет. Полная конспирация. Ну а девиз-то вы хоть придумали? Да. Ну и то ладно. Какой? Расскажите. 51-й регион всегда первый будет тот. Угу. Ну 51-й регион-то точно должен быть всегда первым. А вот ваша команда будет первой или нет? Посмотрим. Ну что, давайте знакомимся с вашими соперниками. Это команда с Майя. Я надеюсь, вы пришли с желанием победить. Да. О, что-то долго вы думали, да или нет. Хорошо, с какой речевкой будете побеждать? Нам победа всем важна. Ну и команда Смайл. Так. Ну они оправдывают, в принципе, свое название. Команда Смайл улыбается. Хорошо, с командами мы познакомились. Давайте начнем игру. Вот и наступил первый раунд игры «Есть контакт». Я предполагаю, что есть необходимость напомнить правила. А может быть, кто-то услышит их впервые. Значит, что мы делаем? Я показываю вам карточку. На ней написано слово. Вы его передаете по цепочке. Однокоренные слова с загаданным не произносите. И не повторяйте объяснения, только что услышанные. Такие у нас правила. Если их соблюдать, то тогда победа будет у вас в руках. Ну что, надевайте наушники. Давайте попробуем. Ну так, выбирайте карточку. Какое слово вам достается? Планета. Слово «планета». Итак, пробуем объяснить. Говорите громче. Солнечная система. В ней. Планеты. Одна. Одна. Планета. Марс – это. Планета. Венера – это. Планета. Все. Угу. Не, вы, конечно, молодцы, но все-таки ошибку допустили. Уже на третьем игроке случился повтор. Это. Это. Поэтому один ответ мы вам не засчитываем, и вы зарабатываете два балла. Стратегия была придумана ловкая, но видите, к сожалению, вас подвела. Ну что, теперь сыграем с вами. Надевайте наушники, смайлики. Давайте поменьше смеяться, побольше отгадывать слова. Ну что, карточка вам достается вот такая. Произнесите слово вслух. Пенсионер. Слово «пенсионера», что здесь смешного. Ну что, объявляем время. Поехали. Пенсия. Сверхлаз. Деньги. Один. Человек. Человек. Пенсия. Человек. Старик. Пожилой человек. Старый человек получает пенсию. Кто он? Ветеран. Я не знаю. Пожилой человек. Старик. Старик. В 55 лет мужчина уходит на пенсию. И кто? Пенсионер. Пожилой человек. Детский. Нет. Что? Димону выдают деньги. Пенсионер. Это твоя бабушка. Я. Все наследие. Время вышло. Ребят, я не ошибаюсь. Вы, по-моему, были у нас уже на игре. Да. Проиграли. И проиграли. Слушайте, представляете, ребята ни разу из команды 51 регион не были блестящей, справились задачи, а у вас какая-то... Ну, не планета, у нас пенсионера сравнили. Действительно, вот это да, да? Какая разница в словах огромная. У нас планета много. На самом деле, уже с вас начались ошибки. Вы назвали однокоренное слово. Какое? Пенсия. Пенсионер. А что сейчас? Поэтому вы не получаете, по-моему, ни единого балла. Эксперт, скажите, права я или нет? Нет. Вы правы, у команды 0 баллов. Команда не зарабатывает ни единого балла. Поэтому будьте, пожалуйста, повнимательнее. Меняйтесь местами. Вероника, подходите ко мне, а вы, Глеб, поступите, пожалуйста, в свое капитанское место. Ну что, еще один раз попробуем сыграть. Надевайте наушники. Смех смехом, а дела у нас тут серьезные, как видите ли. Выбирайте карточку. Какое слово достается? Эскаватор. Слово эскаватор. Вы знаете, что это такое? Пытаемся объяснить. Время. На горе ездить. Бежать. Камни убирать. Трактор что? Можете дребить в город. Камни луны. Снег убирать. Трактор. Груз возит. Есть белаз. Ну, на горе ездит, Саша. Забирай, забирай, побила за камни. Ну. Ничего себе. С Сагра ходили. Нам рассказывали про него. Время вышло, ребята. Снимайте наушники. Глеб, возвращайтесь в команду. Девчонки тут немножечко не справились с нашим заданием. Слово эскалатор мы вам загадали. Не отгадали. Даже на первом игроке мы не услышали верного ответа. Ноль баллов в этом раунде у вас остается. Ну что, мы теперь играем с вами. Менять с местами. Ольга, подходите ко мне. Вы точно не играли в нашу игру? Конечно. Тогда вам просто везет. Надевайте наушники. Ну, а вы, пожалуйста, попробуйте объяснить слово. У вас же любое выбрать или нет? Нет, не любое. Оно осталось последнее для этого раунда. Слово произведите вслух. Родник. Все верно. Слово родник. Объясняем. Колодец и из него вода. По-другому. Ключ. Нет, еще. Родник. Родник. Гейзер. Гейзер и... Стоя. Питьевое. Питьевая. Вода. Нет, а что еще? Откуда? Земля. Быстрей. Источник. Почти. Еще. Ключ. Да. Нет, словно, другое. А какое? А, я забыл. Давай еще. Еще, еще, еще. Источник, ключ. Еще. Еще, еще, еще. Источник, ключ. Еще. Ну, по-другому говорите. А слово еще у него в голове ничего не появится? Время вышло. Блин, я не знаю. Итак, время вышло. Мы за ним ездим с семьей на выходных за водой. Нет. Ну, можно придумать. Не факт, что вы едете. Слово родник мы вам загадали. Что-то странное творится. Одна команда вместо эскалатора экскаватора объясняет. Другая команда вообще забывает то слово, которое только что отгадала. Господи, что такое? Ну что, получается один балл у вас на счету. Итого 3-0. Ну что, начало положено. Двигаемся во второй раунд. Там задания будут уже совсем другие. Итак, эта игра есть контакт. У нас второй раунд. Ребята, включайтесь в игру, иначе так с нулем до конца. И просидите. Меняйтесь местами. Александра, подходите ко мне. Конкурс ассоциаций нам предстоит. Есть карточка. На ней написано название двух фильмов. Вы выбираете тот фильм, который вам больше всего нравится. Либо он более распространен, по вашему мнению. А вы пока послушайте музыку. Мы тут накидаем парочку ассоциаций. Итак, скажите, пожалуйста, какой фильм, из указанных на этой карточке, вам знаком, и вы бы хотели назвать ассоциацией к нему? Титаник. Титаник. Угу. Итак, с чем ассоциируется? Корабль, море, потонувший и декабрь. Декабрь. Хорошо, отлично. Выключаем музыку. К нам возвращаются остальные участники команды. Ребят, вот сто процентов я уверена, что вы смотрели фильм «Титаник». Итак, с чем у каждого ассоциируется? Итак, время. Вода, трагедия, лед. Ледник, Ди Каприо, крушение, трагедия, грамма. Затоп, вода, смерть и... Корабль! Там был корабль. Так, ну что, скажите, пожалуйста, эксперт, были ли вообще совпадения? Одно совпадение с Ди Каприо. Команда получает два балла. И удивительно, что Ди Каприо назвал мужчина из всей команды вместо двух девчат. Ну хорошо, два балла заработали, это уже не ноль, правда, как-то веселее становится играть. Не будем терять время и поиграем с вами. Павел, подходите ко мне, меняйтесь местами, надевайте наушники. Что делать, я думаю, вы уже поняли. Ольга встает в конец этого ряда, слушаем музыку, а мы с вами играем. Скажите, пожалуйста, смотрели ли вы когда-нибудь фильм «Торсаж»? Да. По-моему, такой очень известный фильм, как среди юношей, так и среди девушек. С чем он у вас ассоциируется? Машины, гонки, пол-вокер, вин-дизель. Так, подождите, этого уже достаточно. А третье слово какое было? Гон, пол-вокер. Ага, отлично. Ну все, я думаю, эксперт успел записать. Выключаем музыку. Возвращайтесь, участники команды, к нам. Мы очень быстро справились с заданием. Павел просто как будто бы заранее знал то, о чем мы будем говорить. И по написанному. Дун-дун-дун-дун-дун, быстренько рассказал нам свои ассоциации. Я надеюсь, у вас все так же лихо получится. Фильм «Форсаж» мы вам загадываем. У кого с чем ассоциируется? Никита, что такое? Время. Езда, машины, стрельба. Гонка, скорость, дизель. Машина, скорость, дорога. Ну, были еще заветные две секунды, можно было потратить их с пользой. Сколько вы совпадений считали, Павел? Машины, потом «Вин-дизель». И, по-моему, все. Так, ну давайте узнаем наверняка у эксперта. Итак, что вы скажете? Три совпадения со словами «машины», «гонки» и «Вин-дизель». Команда получает шесть баллов. Шесть баллов. Молодцы. Немножечко ошиблись в имени актера, но ничего страшного. Будем считать, что это было волнение, и вы прекрасно знаете этого актера. Ну что, вы укрепляете свою лидирующую позицию, мы вас с этим поздравляем. Но рано расслабляться, впереди третий раунд, а там за каждый правильный ответ мы даем три балла. Ну что, движемся дальше. Итак, игра близится к концу. Оставайтесь с нами, и совсем скоро вы узнаете, кто же станет победителем «51-й регион» или команда «Смайл». Разрыв существенный, но все-таки эту ситуацию можно изменить. За каждое отгаданное слово мы готовы дать вам три балла, поэтому постарайтесь сделать все правильно. Итак, Глеб, вы подошли ко мне не случайно, я так полагаю, именно вы будете им показывать те слова, которые написаны на карточке. А почему девчата выбрали вас? Потому что пацан? Мы как девочка. Понятно, то есть вы всю ответственность возложили на мужчину. Да. Все ясно, вы с этой ответственностью готовы справиться? Нет. Но у вас нет выбора, в общем-то. Поэтому давайте выбирать карточку. Какая вам больше нравится? То есть у них три? Их две, верхняя. Какая вам нравится? Ага, хорошо, тогда мы ее кладем вот так вот под низ. У вас будет всего 60 секунд. Я карточку подержу, чтобы она вам не мешала. Итак, время. Велосипед, панкет. Велосипед, правильно, скромничайте. Пловец, плычий, купальник. Верно. Красивый, души. Красивый, души, макияж, макияж, зеркало, зеркало, окно, 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 дверь, рама, стекло, верно, заяц, боксер, кенгуру, как вы отгадали, Александра. В этой игре Полина лидировала. Она буквально читала мысли нашего молодого человека и больше всех слов отгаданы именно вами. Откуда такой контакт, скажите, Полина? Везде сидит. Везде сидит. Серьезно, вот оно в чем дело. Ну что, мы вас поздравляем. Вы досрочно отгадали все пять слов, написанные на карточке. Итак, 15 баллов, два у вас на счету. Сейчас в данный момент у вас 17 очков. Вы представляете? Это немыслимая цифра. Ребята, ну что, вы дадите отпор своим соперникам достойный? Или все-таки уступите победу? Как говорится, камбэк из Рил. Отлично. Ну вот с этим мы девизом и движемся дальше. Кто будет показывать слова? Вы? Подходите, Павел, ко мне. Так, ну а вас почему команда выбрала? Расскажите секрет. Ну не знаю, Оля волнуется, поэтому я вышел. Понятно. Ну хорошо, давайте тогда еще одну карточку возьмем. Сейчас я ее положу под низ. Ну, в общем-то, те же правила для вас. Итак, объявляем время. Лыжник. Их надо. Но двух. Первое слово неверно. Ну давайте дальше. Челует. Помада. Ребенок. Мать. Мать. Соска. Верно. Редине. Мороженое. Верно. Верно. Короба. Баран. Заяц. Птицы. Цапли. Нет. Это кто? Рога. Тихая. Цапли. Журавль. Ест. Клюет. Верно. Журавль. Алло. Попробуйте первое слово. Лыжи. Итак, что же мы имеем, ребята? Итак, все-таки лыжи мы вам не засчитываем, потому что вы сказали это слово вот буквально секунду после того, как раздался звонок. И все-таки ноутбук отгадан, соска отгадана, мороженое отгадана, в конце была сова, у нее глаза большие, а вы на клюв делали акцент. Ну что, в итоге вы молодец, вы приносите команде, да вы вообще все вместе, 9 баллов. И это что означает, что вы победили? Счет 18-17. Давайте поздравим, ребята. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот и закончилась сегодняшняя игра из этой студии. Победителями сегодня уходит команда 51-й регион. Ребята, мы вас с этим поздравляем. Вы показали блестящую игру. Ну а вы, ребята, не отчаивайтесь, приходите к нам в составе новой команды. Может быть, это будут ваши одноклассники, а может быть, и ваша семья. Все участники получают грамоты. Победители, конечно же, получают подарки. Ну а мы увидимся ровно через неделю. Пока-пока. Здоровыми и красивыми. Тогда приходите в баню. Просторные парные, бассейн, комната отдыха, оборудованная телевизором и приборами для чая. А также дубовые веники, кедровые ведра для обливания. При бане работает бар, где вас приятно удивит разнообразная кухня. Есть караоке. И все это в самом центре города Кировска. Банный комплекс «Добрыня». Согреем летом и зимой.